Работали профессионалы. Естественно. Кто знает расположение техпотрассы, знает расположение домов. Тем более сигнализацию такую отключить. Александр Львович, бывший председатель ТСЖ, дома 31-2 по улице Целинной, размышляет, как можно было осуществить столь дерзкое ограбление. Банкомат располагался в магазине, который был пристроен к многоквартирному дому. Преступники действовали ночью. По предположениям местных жителей, злоумышленники проникнули в здание магазина через подвальное помещение. А именно через вот эти узкие проходы теплотрасс. Как вы сами видите, хоть и места вроде здесь мало, но человек пройти в принципе может. Только так можно проникнуть, потому что двери в подвалы все закрыты. А здесь, получается, прямой ход до магазина есть? Там не прямой ход, там трубы теплотрасса проходят. Если можно под трубами пролезли, только я так думаю. Неизвестный пользователь выложил в сети подробный рассказ о ограблении с фотографиями. Все было сделано в лучших традициях Голливуда. Парой мощных магнитов налетчики заблокировали двери перегородки между магазином и отсеком, где стоял банкомат. С датчиком движения справились с помощью длинной трубки и закрепленной на него пластины оргстекла, которая не пропускает инфракрасные лучи. Вокруг банкомата грабители соорудили заранее подготовленный тент. Терминал обесточили и с помощью газовой сварки вскрыли корпус. Проникновение в магазин владельцы обнаружили лишь на следующее утро. Страшное кино, как в сериалах, я не знаю, как в больших фильмах каких-то там. Сам магазин не пострадал. Был вскрыт только банкомат. Новый терминал банк пока не поставил, поскольку ужесточил требования безопасности. И данная торговая точка уже им не соответствует. По характеру проникновения и взлома даже полиция признала. Работали профи и готовились к ограблению основательно. Они сами говорят, что это не просто профессионал, это супер профессионал. Уходя, грабители пустили в подвале горячую воду. По всей видимости, таким способом они пытались избавиться от следа, на который могли выйти кинологи. Преступники пока не найдены. Евгений Гуляев, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.